Всем привет! Вы на канале Алкофил. Это новогодний выпуск, который подытожит этот 2021 год и выйдет, наверное, либо 30, либо даже 31 числа. И сегодня у нас три дымных хересных виски. Возможно, это один и тот же виски, но сейчас мы это и узнаем. Значит, на обзоре новинка 2021 года. Это Lafroix 10 Sherry Oak Finish. 48% ABV. Наверное, без холодной фильтрации, но крашеный. Цвет у него вот такой. Значит, вторая позиция. Это будет красивый, лимитированный Smokehead Sherry Bomb от Ян Маклеода. Или, как некоторые говорят, Ян Маклауд. Хотя он ни хрена не Ян Маклауд. Я специально посмотрел, как его называют и иностранцы, и бренд-амбассадор Ольга Портнова. Называют его Ян Маклеод. Маклеод, Маклеод, вот так вот. Не Маклауд. Тут спирты неизвестные, но мне кажется, что здесь лаговулин. Ну, а может быть и Lafroix. Значит, вот в такой он красивой бутылке идет. Тоже крашеный и тоже 48% ABV. Так же, как и Lafroix. И третий образец. Это тоже Lafroix, только PX-Cask. Это для Duty Free, по-моему, релиз. И он тоже 48% ABV. Дата розлива 2020 год. Так, поставим. Давайте сравним. Потому что есть вероятность, что вот в этот Sherry Bomb залили Lafroix. Потому что я не уверен до конца какой-то там виски. Возможно, лага. Но вот в обычном, который 43%, я почему-то уверен, что лага на 99%. А вот в Sherry Bomb там замаскировали эти хересными бочками. И там уже не все так очевидно. Значит, чего по цвету у нас? Ну, эти одинаково подкрашены в Lafroix. Просто два брата-близнеца. Такие... Медное золото. Этот, по-моему, чуть... Я его налил меньше. Да нет, такой же по цвету. Ну, может быть, чуть менее... Чуть менее золотой. Чуть менее темный. Да, по-моему, такой же. Ну, плюс-минус одинаковый. Ну, эти точно одинаковые. Этот, не знаю. Темная бутылка, непонятно какой он. Там, ну, в бокале, по-моему, тоже одинаковый. Но они все крашены. Их там плюс-минус так подкрасили. Хересный. Хотя, возможно, без подкраски он как Артбек 10. Такой же прозрачный-прозрачный. Значит, давайте пробовать. Lafroix до этого я пробовал только классическую десятку, которая 40% ABV. Ну, довольно-таки слабый виски. Он мне вначале понравился при открытии, но он как бы Артбеку 10 проигрывает. И потом, чем дольше стоит, тем как-то он, знаете, такой в торфяной компот превращается. Ну, там, ну, оценка его от 81 до 83. Как с Дистилешей мы выяснили, оценка вообще ни на что не влияет. Потому что если взять вот виски, допустим, которые я оценил там на 83 или 84 балла, выстроить их в один ряд и сравнивать их потом одновременно, все равно будет какой-то виски лучше, а какой-то хуже. А за них в разное время я все оценки там 84 поставил. Понимаете, да, логику? Что оценка ни на что не влияет. Так что нравится вам виски или не нравится, это главный критерий. Значит, чего в 2021 году? Я попробовал за все время уже своей дегустации виски более 200 разных сортов. Что мне очень нравится. Дальше я хочу попробовать еще больше сортов. чтобы приблизиться к тысяче. Значит, 2021 год был не очень, мне кажется, щелый на скидке. Потому что прям каких-то жирных покупок с большой скидкой я не совершил. Самые яркие представители, которые мне запомнились, это, наверное, Джонни Вокер, Blue Label, Ghost'n'Rar, как там, Глинтурьеры, Рояль. Но у него будет обзор, у меня отливант есть. Я сделал отливант. Вот этот виски действительно меня поразил, потому что не ожидал такого. Очень неплохой. То, что мне еще понравилось. Да, в принципе, ничего. Как бы, вот этот виски я могу выделить, что он меня действительно удивил, как-то и порадовал. Ну, пусть еще будет Греналаки 12, этот, Руби Порт, тоже мне понравился. Вот сейчас, когда я уже вспоминаю эту дегустацию, он мне вот понравился. А когда я пробовал, ну, не сказать, что он прям сильно понравился. На дегустации мне больше пятнашка понравилось, Греналаки. Потом, чего еще в 2021 было. А, у меня наконец-то на канале стало больше тысячи подписчиков. И вот сейчас, на данный момент, вас целых 1100 человек. За что вам огромное спасибо. И вас всех с наступающим Новым Годом. И чтобы у вас в 2022 году исполнялись все ваши желания. А от себя я могу пожелать вам крепкого здоровья, чтобы вы могли пробовать разные вкусные молты. И еще желаю попробовать, конечно же, новые какие-то молты открыть для себя. И чтобы исполнились все ваши виски мечты. Чтобы вы что загадали, то вы обязательно попробуете. А что вот действительно было в 2021-м, какой виски меня действительно поразил. Вот кроме этого Blue Label даже и вспомнить не могу. Ну, Macallan, кстати, неплохая была дегустация Macallan. Я так и вторую часть заметки не дописал. Мне понравился вот 18-летний Double Cask. Очень-очень хорошие виски. А, и Edition 5 мне понравился. Тоже неплохой виски. Чего еще в этом году было? С виски связано. К сожалению, не успеваю я снять покупки, которые я совершил за 2021 год. А вы у меня просили видео с новыми бутылками. Да, оно уже, наверное, после Нового года выйдет. Ну, в принципе, вот такие итоги. Главное мое достижение, что на канале больше тысячи подписчиков. За что вам огромное спасибо, что подписываетесь и смотрите меня. Без вашей поддержки как бы не было бы у меня таких просмотров и узнаваемости, скажем так. А так, какой-никакой, а респект есть. Ну, давайте перейдем к напиткам на столе. И по носу могу сразу сказать, что смок хэд лучше всего. Вот из этих всех смок хэд мне понравился больше всего. Это удивительно, но это так. Вначале на дегустации мне смок хэд вообще не понравился. Но они шли, знаете, на дегустации после тамду. и как сказать там тамду такие, знаете, ну приятные качественные виски. Мне пятнашка понравилась. И вот я еще у меня обзоры на канале есть тоже. Я говорю, что 15-летний тамду отличный виски. И смок хэды как-то очень тяжело зашли после этих хересных спейсайд виски. Но из всех смок хэдов мне шарибом понравился. Потом я его еще пробовал летом сравнивал его с угадалом и с этим Буной, Буннахавином, который Тойтич Атха или Тачач Атха как-то так по-гельски звучит. И он мне вот показался совсем другим. Он мне показался ближе к Лафу, к Лафройгу. А сейчас я нюхаю и что-то он вообще ни капельки не ближе к Лафройгу. Значит, тут действительно либо лага залита, лаговолин, либо так хорошо эта бочка отполировала, либо он действительно больше по времени выдерживался, чем 10 лет вот Лафройг. А это вообще нас. Пикс. Пикс самый-самый спиртозный. Вот прям по носу прям неприятно бьют спирты. Шерик нормальный. Но Шерри Бомб самый-самый из них лучший. Вот на нос по мягкости и по яркости ароматов мне больше всего сейчас Шерри Бомб понравился. Давайте теперь попробую расписать все по полочкам. Значит, Лафройг 10 лет Шерри Ок Финиш. Какая бочка не скажу, но мне кажется смесь Пикс, Амантильяда, Палкартадо, Лроса, короче, любая хересная бочка, какая у них была, ту они залили, а потом из этих еще всех хересных смешали все в одну. И поэтому получился такой усредненный хересный хересный финиш. Правильно же там на бутылке написано Шерри Ок не написано что Лроса на бутылке просто Шерри а если пишут Шерри значит любая бочка может быть. Значит чего тут хвоя почему-то хвойный такой вкус таблетки какой-то медицинской бинтовой йодистость такая повышенная но больше всего хвоя такой хвойный если вы думаете что хвою елка пахнет елка искусственная она ничем не пахнет хвоя да основная тема потом битум есть такой руберой на дальнем плане какая-то резина резиновые изделия не жженая резина а просто резина галоши или противогаз вот что-то такое как бы не скажешь что это виски прям дымный вонючий он больше знаете такой торфяной торфяно-резиново-болотный вот что-то такое гудрон хвоя вот этот действительно какой-то бор сосновый или даже деловый кстати знаете еще что он напоминает мне вот вот эта десятка напоминает мне угадал между прочим артбек угадал только там запах более сосна кедр благородная какой-то именно древесина а здесь вот тоже древесина только какие-то опилки либо ветки либо хвоя зеленая но есть есть вот эти пересечения что хвойные смола возможно вот хвойных пород вот что-то такое есть мне вот это нравится как бы что такой сильно дымный виски а в лафроге по-моему 50 или 55 даже ппм но 45 точно ппм есть я не помню просто точно сколько то эти ппм как бы не особо хересная бочка шлифанет тем более тут 10 лет наверное и полгода всего лишь в хересе его полировали и нету кстати фирменных бананов нету копченых нету фирменных чернослива нету вот этого лафрога лафрога это обычно такие бананы копченые чернослив очень сильный здесь такого нету здесь больше еловая смола на первом месте и вот сейчас появляется еще пепел сигаретный именно сжженый табак или какая-то резина ну я говорил уже эти резинные изделия но от обычного артбек 10 и от квотер каск сильно отличаются причем мне кажется в лучшую сторону потому что мне нравится вот такая еловость сосновость такая древесность какая-то теперь смок смок хэд более деликатный более шоколадный более пирожный вот действительно вот все-таки смок хэд как бы он мне не понравился но вот сейчас я его тыщу на фоне других и он мне нравится я готов повышать оценку каждый раз после каждой дегустации он все больше и больше нравится придется мне еще одну бутылку наверное покупать хотя она так дорого в Сипле стоит она по-моему сейчас без скидки 10 500 или 10 300 стоит но за 5000 его со скидкой купить подождать на нее скидку не знаю ну вот этот низкий я скажу вам за 4 500 я бы его взял точно 100% если бы увидел 4 500 сразу бы взял не думая как бы 5000 наверное да 5 500 вот 5 500 верхняя граница за которую я бы его взял хотя может даже 6 но за 6 уже можно мой любимый арбик угадал взять понимаете кстати тоже еловая тема есть тоже появлял появлялась смола хотя когда я его сравнивал с угадалом и с буной тойтич дыной те были более такие хвойные этот был более шоколадный она вот с этими товарищами в пачке с этими товарищами в пачке проскальзывает вот эта хвойная тема может быть он поменялся в бутылке полупустой но из ботла он шоколадно вот торт прага вот такая вот тема и приятный приятный табак вот если здесь это жженый табак прям пепел пепел табачный то тут подогретый возможен табак ну или такой чуть его подожгли как бы подкоптили и быстро затушили а здесь уже все вот этот белый пепел и более такой парфюмерность цветочность тонкая есть не такая мерзотная ацетоновость или как это а вот мне кажется розы какие-то такие есть или физалис вот цветки физалиса что-то такое ну смог это реально многогранный либо такие бочки хорошие после тамду которые они отработали их отправили куда-то и там виски с острова Айла довыдержали возможно прямо на Айле довыдерживали возможно скорее всего что нет что наоборот с Айлы привезли на какую-то базу этих маклеонов и там довыдерживали либо у них бочки лучше чем у Лафройга Лафройг как-то он более колючий тут более утонченный сбалансированный вкус вот аромат точнее аромат не больше но смокхед нравится давайте теперь пикс пикс это точно бочка из под педро хименмоса это сладкий херес очень сладкий испанский но возраст не указан так что это на свистке и он самый самый спиртозный из вот этой тройки он самый спиртозный хотя крепость у всех 48 Абв вот тут прям спирт бьет молодость чувствуется бочка это пикс особо не шлифануло не полирнуло ничего херес особо педро хименос не чувствуется вот где я почувствовал прям сильный педро хименос это новый артбек НО который 21 года вот там отчетливо педро хименос прослеживается и Синглтон 12 лет там тоже вот новый в голубой упаковке тоже отчетливый педро хименос вот здесь недалеко ушел от десятки шери десятка шери просто более знаете такая отполированная тут все сбалансировано ничего не уступает а здесь вот мешает мешает спирт и есть бражность дрожжи прям вот они выпирают по дыму не сказать что пикс самый дымный я что-то нюхаю принюхался и уже знаете дым не ощущается на самом деле ощущается такая как бы сказать горечь какая-то неприятная горечь резиновая хотя когда их только разлил по бокалам там прям такой дух пошел мощнейший прям торфяником горело кстати как неудивительно самый дымный это смокхед пикс на втором месте лафройг 10 шери финиш шери оф финиш самый невнятный и не очень качественный это пикс но у него как бы херес особо не чувствуется тоже есть вот это лафройговая нота вот это вонь такая резиновая тоже горелая проводка какая-то торфяность кстати вот здесь есть эти чернослив есть значит очень мало держали в бочках наверное вот тут возможно держали 12 месяцев вот тут возможно 6 месяцев держали горелая проводка от провода какая-то небольшая сладость есть во вкусе в основном ну спирт есть спиртозность кислинка бражная вот все-таки дрожжи тут присутствуют чего еще ну доски тоже смола еще сырой картон есть причем это не очень хорошая нота сырого картона но она с дрожжами тут выбивается возможно во вкусе все поменяется давайте с десятки начнем очень насыщенный перец есть обжигает рот спирты финиш просто пустой вот сейчас я его проглотил просто ноль вроде бы сильно-сильно топливной виски но я его проглотил и нету нету вот этой мощи понимаете на выдохе хочется выдохнуть и чтобы дым пошел нету почему-то после вкуса очень сухое вот виски так стягивает когда бочка из под сладкого хереса значит тут были какое-то число наверное улроса бочек но основные это из под сладких хересов потому что он прям стягивает очень сухое послевкусие и это послевкусие даже перебивает дым понимаете вот это хересное не знаю очень хорошие кстати отзывы у десятки шерри финиш вкус очень сладкий 8 из 10 наверное по шкале сладости горьковатый танины тоже жженый табак есть и на послевкусие это просто все теряется вот послевкусие нулевое оно как бы вот сейчас нету вот я как бы сижу 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 разговариваю и только со временем появляется такая зола небольшая как бы нету вот этого мощного удара торфа на послевкусие вот такой появляется какая-то зола послевкусие очень слабая после проглатывания все стягивает значит либо тут все было в плохих бочках у Лроса либо были большинство от сладкого хереса потому что как-то вот сладкий херес педрохименос особенно или сатерн например ну это вино сладкое при выдержке виски в этих бочках из-под сладкого вина он становится сухим и стягивающим на послевкусие почему так происходит я не знаю я просто заметил такое тенденцию вкус очень сладкий а послевкусие почему-то проваливается не знаю вот сейчас когда уже много выпил миллилитров десять наверное много выпил сейчас тонинность появляется такая горечь приятная табачная и какая-то шоколадность кофейность появилась небольшой дымок и табак вот именно теперь сыры и листья табака и какая-то такая поджаренная сигара вот что-то такое есть вкус в принципе приятный возможно я мало выпил и не хватает для послевкуса давайте еще чуть не вкус когда во рту очень слаб очень приятно вот эта табачность есть но при проглатывании раз это и все теряется вот это мне не понравилось этом виске ну а так как бы такое шоколадное пирожное с табаком нормально кофе табачность после проглатывания особый аромат не поменялся те же мотивы хвойные хвойно аптечный и немножко водорослей гнилых небольшой костерок но такой как говорят больничная аптечная тема ну бинты не знаю я бы не сказал что это шедевр нормальный виски но не супер не супер давайте теперь запьем водой после проглатки этого у шарик бомба еще мощнее аромат стал просто топовый аромат давайте на вкус еще более сладкий больше табака вот тут сухофрукты появляются еще больше шоколада и больше чернослива вот здесь чернослив прям мощный сладости гораздо больше чем в лафроге после вкуса есть оно не проваливается оно такое древесное горькое шоколадное терпкое прям с танинами с какими-то ягодами темными может быть даже чернослив сладкое вот что-то такое чернослив 100% курага какая-то вяльная может быть даже немножко бананов копченых и я вам скажу что тут точно хотя может быть и лафрог просто бочки так отработали может больше выдержка была не знаю все-таки мне кажется тут лагавулин залит потому что разные виски разные к сожалению никто не говорит и инфы никакой нету по смохеду шерибом но тут точно не артбек если что если этот бомо я бы подумал вот ну поверил бы так сказать что бомо но бомо не дают шериб так что тут может быть колыла лафрог либо лага вот эти три дистиллерии могут быть здесь кстати а может это и колыла такая ну Юра Щербина сказал что точно не колыла а я с ним дегустировал смохед не знаю не знаю давайте теперь пикс лафрог кстати вот эти когда я выпил уже так рецепторы к алкоголю привыкли к спирту и теперь пикс не кажется спиртозным так что если вы берете набухач то пикс нормально вот после третьей так сказать вот пойдет сладость вот тебе появилась такая хересная вот сейчас пикс чуть-чуть где-то там на отдалении чувствуется такой кофейный и молочный шоколад вот такие ноты но после дегустации этих образцов дымность пропала вот я уже не чувствую дымность у меня уже нос скорее всего забился очень сильно как бы когда много подряд дымников пробуешь уже потом мозг как бы выключает эту ноту дымную и остаются только как бы отличные от дыма ноты но весь такой копченый копченый дистилляр же лафройговский значит 45-50 пипемов в нем есть сладкий да вишня есть и молочный шоколад даже даже не вишня а знаете вишня более кислая наверное все-таки тоже черешня как нет смок хэд гораздо лучше может действительно это колуилла так отрабатывает но я колуиллу пробовал блин жалко он у меня кончился смок хэд можно было сравнить с колуиллой дистилл перейдишн о вот это вот это бы выявило наверное общие какие-то ноты ну ладно пробуем пикс ммм очень сладкий очень сладкий очень сладкий очень табачный послевкусие присутствует не проваливается сейчас еще подарю сюда послевкусие не проваливается шоколадное тоже пирожное вот этот шоколад есть молочный табачность курага наверное ну вот чернослив есть очень такой сладкий ягодный кофейный терпкость вообще не горчит горечи тут меньше всего на послевкусие древесина чувствуется тоже небольшая такая сухость стягивает 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 но послевкусие не проваливается оно присутствует на базе так сказать есть и на послевкусие какая-то трава есть нет все-таки пикс тоже неплохой неплохой он хуже конечно этих образцов но ненамного сладко дынный такой я бы даже сказал слишком сладкий очень сладкий послевкусие кстати нет горчит все-таки на послевкусие такой табачный лист на послевкусие есть танины древесина какая-то сигарность немножко дыма немножко дегтя такой рубероид может во вкусе вот знаете пластмассовые провода есть ну и молочный шоколад ну и торфяной дым как бы аптеки почему-то пикс особо не наблюдается вот этой хвойная тема есть но она такая слабая слабая нет пикс все-таки норм особенно когда я уже подегустировал рецепторы привыкли к спирту и к дыму пикс неплохо раскрывается вот лафрой 10 карамель конфеты раковые шейки вот такие конфеты аромат молочный шоколад также аленка наверное либо милкова что-то такое либо несквик вот такие вот табачные тона есть не кстати вот я их попробовал попробовал и они меняются в процессе критиковал недооценил вот сейчас в процессе дегустации они меняются в лучшую сторону появилась какая-то небольшая сладость и риски тоже появились кофейность и теперь уходит вот эта еловая тема хвойного леса на второй план она уже не основная вот а бинты йодистые все равно есть и они переплетают с этим молочным шоколадом но чернослива все равно почему-то нету прикольно прикольно нет пикс все-таки послабее послабее шерик десятка шерик помощнее вот после нее есть вот такие хвойные мотивы появляются но здесь нету больнички нету этих бинтов и мази с дегтем все говорят мазь вишневского и керза ну вы посмотрите какое там действующее вещество основное в этой мази вишневского это по-моему бор что ли или не бор кажется 98% в состоянии по-моему бор ну ладно пусть будет мазь вишневского чтобы проще было всем воспринимать вот эта легкая мазь вишневского есть в десятке шея но он все равно какой-то тамбачный такой приятный и сейчас я уже принюхался вот этой торфяной вони не чувствую и мне кажется что это неплохой такой спейсайдовец выдержанный в ну полностью в хересе выдержанный и причем маленькие кубы поэтому такая сернистость еще есть такая присущая хересной виски такая серая приятная послевкусие действительно слабая очень очень слабая вот 10 шерри слабая послевкусие прям проваливается мне если бы у него было послевкусие получше я бы сказал что это очень хорошие риски вот по запаху у меня нра по по вкусу ну так средне по послевкусие проваливается жестко у пикса лучше послевкусие давайте смок хэв и оценки выставлю блин блин это колыла все таки вот сейчас что-то я пробую прям прям колылистая наверное все-таки в смок хэде колыла залита только очень хорошо полированная херрисом даже не узнать вот эту колылу я два раза пробовал правда один раз ее пробовал когда у меня особо вкус не восстановился после ковида я ее в баре заказал а второй раз а на виски лайф я ее пробовал вот там как бы я уже тоже столько всяких виски напробовал что это колыла как бы так мимо меня можно сказать прошла я ее попробовал но особо не запомнил но она знаете такая лимонная цитрусово дымная так бы я сказал а может и лафройк молодой ой этот лага лагавулин молодой может колыла хрен знает смок хэд приятный если честно мне больше всего понравился из вот этих представителей причем по ценам это в дьюти фри не знаю сколько стоит в обменнике по-моему за литр по-моему за 6 ее отдают это за 9 по-моему отдают но 9 за десятку лафройга шери о касс финиш нет точно нет или даже дороже продают лучше смок хэд взять и он будет и лучше и дешевле выйдет в итоге если по акции найдете ладно по аромату больше всего смок хэд понравился на втором месте шерик по вкусу тоже смок хэд на втором месте по вкусу кстати пикс а нет второе место шери по вкусу и по послевкусию да послевкусию шери бомб на втором месте пикс и самое плохое послевкусие у десятки шери значит это был новогодний выпуск всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал в новом году будут еще больше обзоров на еще более дымные виски на еще более хересные виски и вообще на любые разные виски какие только мне удастся найти и купить значит спасибо всем кто смотрел меня в 2021 году всех с наступать с новым годом уже а кто-то может быть и смотрит уже в новом году так что всем спасибо всем пока